Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы с вами поговорим о корейской косметике бренда Misha. Я вам покажу одну уходовую линейку и также мы поговорим о декоративной косметике и сделаем вместе с вами вот такой вот красивый, сияющий, нюдовый макияж. Так что, если это видео вам интересно, то обязательно продолжайте смотреть и поехали! Как я уже сказала, говорить мы будем о бренде Misha. Misha это бренд корейской косметики сегмента люкс и знаменит данный бренд своими BB кремами. Вставлю сюда картиночку, я уверена вы у каждого блогера просто слышали про этот BB крем, потому что он действительно очень знаменит и он очень классный. Сегодня в данном видео мы не будем обсуждать этот крем, потому что его сейчас у меня в наличии нет, я его много раз покупала и пока что мне нужно от него отдохнуть. Но я сегодня вам покажу его старшего собрата, то есть его улучшенную версию. Давайте сначала все-таки поговорим об уходе, потому что о декоративной косметике мы с вами говорим просто постоянно на моем канале. И сейчас я вам покажу уходовую серию, которая называется Super Aqua Ultra Hyaluron, то есть это супер увлажняющая линия средств. У меня здесь 4 средства из данной линейки, всего в серии представлено 7 средств. Больше всего мне понравилась вот такая эссенция. Кто давно на моем канале, тот знает, что я просто обожаю подобного рода эссенции, которые нужно наливать в ладошечку и вбивающим движением наносить на кожу. Таким образом, во-первых, как мне кажется, кожа лучше всего впитывает подобные средства, лучше всего реагирует. И, конечно же, мы не используем ватные диски, которые просто создают гору мусора. Вся фишка данной линейки, насколько я понимаю, состоит в том, что здесь содержится комплекс из 10 видов гиалуроновой кислоты. Эти виды отличаются тем, что они разной маникулярной массы, то есть низкой, средней и высокой. И таким образом гиалуроновая кислота у нас может проникать в более глубокие слои кожи. И, соответственно, на всех уровнях, куда может вообще проникнуть уходовое средство, нам данный комплекс обеспечивает увлажнение кожи. Вообще, производители утверждают то, что данная серия способна дать увлажнение на 120 часов, но я, честно говоря, это на себе не проверяла. И в подобные вещи не особо верю, потому что носить на себе уход 120 часов, это как-то, на мой взгляд, все-таки перебор. Ладно, давайте вернемся к эссенции. Как я уже сказала, я очень люблю подобного рода эссенции. Моя кожа на них очень хорошо реагирует, она быстро впитывает данное средство, у нее не возникает никаких проблем, ни покраснений, ни шелушений, ни сухости кожи, ни стянутая. Иными словами, я подобные эссенции просто обожаю. Они очень хорошо работают и они достойны внимания. Больше люблю я даже вот такие эссенции, чем обычные тоники, потому что у тоников, ну, бывают разные, как правило, последствия. То есть, тянутая кожа, то они недостаточно увлажняют, либо же они содержат в себе порой какие-то, ну, очень яркие кислоты, очень активные. А вот, и поэтому они не всегда применимы. То есть, я думаю, вы и так знаете, то, что в уходе может быть только один активный компонент. И потому я не всегда люблю, когда этот активный компонент, этот тоник. А подобные эссенции, они работают абсолютно с любым уходом и не конфликтуют с последующими средствами, которые вы на себя наносите. Следующее средство из данной линейки, это вот такая эмульсия. Очень приятная эмульсия, которая наносится из вот такого колпачка с дозатором. Она белого цвета, она приятно пахнет, немного травами, совсем чуть-чуть, может быть, даже полынью. Не вонючей, противной полынью, а именно приятными травами. Сделаю на этом акцент. А кто-нибудь сейчас напишет, Юля, какая полынь. Данная эмульсия просто невероятно увлажняющая. И если у вас сухая кожа, то вы будете просто счастливы. Но у меня кожа комбинированная, и поэтому если я использую одновременно и эту эссенцию, и эмульсию, то мне увлажнения слишком много, и оно таким образом просто впитывается чуть дольше, чем я хотела бы. Я ее, как правило, использую либо в выходной день, либо же, когда я использую, например, кислотный тоник. Я уже много раз показывала тоник от Эвелин, вот после него хочется кожу сильно увлажнить, и тогда я использую подобного рода эмульсию. И третье средство – это вот такой вот бальзам-слэш-крем. На самом деле это просто крем. Не знаю, почему он называется также бальзамом. У него чуть более густая консистенция, чем у обычного крема. Возможно, именно поэтому он так и называется. Этот крем просто потрясающе увлажняет кожу. Он не конфликтует ни с какими другими уходовыми средствами. Он достаточно быстро впитывается и не вызывает абсолютно никаких проблем. Я бы сказала, что это хороший базовый увлажняющий крем, который можно взять в любой ситуации, нанести его и не беспокоиться о том, что у вас на лице будут какие-то проблемы. Просто хороший увлажняющий крем. И последнее средство из данной линейки, которое я как раз-таки не очень поняла, это вот такая вот умывалка. Называется она «Cleanzing Cream». Эта умывалка действительно не пенка, это не молочко, это именно крем. Здесь белая консистенция крема. Это средство не вспенивается в пенку, а также и остается вот такой вот просто кремовой белой консистенции. Я бы сказала, что это невероятно деликатное средство. Оно супер мягко очищает кожу, оно может смыть макияж, но не водостойкий, обычный простой макияж. Оно также неплохо очищает кожу, но из-за того, что средство настолько деликатное, остается небольшая пленочка на коже. У меня после этой пленочки не возникли новые прыщи, но все же я не очень люблю подобное ощущение пленки, поэтому, как я уже сказала, это средство не стало моим самым любимым в уходе. Но если вы любите что-то настолько деликатное, или если у вас невероятно чувствительная и сухая кожа, если вам нужно что-то максимально нежное, то в таком случае данный очищающий крем вам подойдет. Но просто это не совсем моя фишка. Ну что ж, пришло время поговорить о декоративной косметике. Я думаю, именно этого момента мы все ждали. По крайней мере, лично я больше всего люблю говорить о декоративной косметике. Итак, у меня здесь 4 средства. Первым делом давайте вам покажу вот такое вот интересное средство. Здесь у нас роза на упаковке снаружи и роза внутри. Вы только посмотрите на это милейшее, красивейшее оформление. Здесь действительно розочка. Мне, честно говоря, даже жалко его использовать и рушить эту красоту. Внутри у нас вот такой вот спонжик лежит. И это средство, это не тональное средство, это праймер. Праймер, который придает сияние коже, он даже, скажу, придает не столько сияние, сколько перламутр. Вот, да, правильное слово перламутр. Когда вы на него наносите, оно немного выбеливает кожу, но при этом появляется перламутровое сияние, которое переливается из белого в более голубенькое, более розовое. В общем, совершенно непонятно, какой там цвет. Понятно только, что очень много сияния на коже. Ну и, в общем-то, даже сейчас можно видеть это сияние, в особенности вот здесь вот в прямоугольничках, куда я больше всего наносила этот праймер. Как видите, очень красивое сияние. У меня здесь тоже есть мое сияние личное, да, потому что у меня кожа комбинированная. Но все же, когда я наношу обычно тональное средство с естественным финишем, здесь такого блеска нет. Поэтому я считаю то, что это исключительно заслуга праймера. И раз уж мы заговорили о тональном средстве, то поговорим о старшем собрате самого знаменитого BB крема Misha. Вот это, это улучшенная версия. Ее можно отличить, во-первых, по оформлению. Как видите, здесь оно другое и отличается от обычного. И, во-вторых, также новую версию можно отличить по буковкам RX, которые стоят в конце названия этого BB крема. У меня это оттенок 21. Оттенок 21 в улучшенной версии, как мне кажется, более светлый, чем в обычной версии. Здесь все так же у нас есть SPF 42, что просто прекрасно. Здесь все так же есть очень удобный дозатор. Насколько я понимаю, новая версия отличается от старой не только тем, что здесь больше оттенков, но также и тем, что в новую версию добавили уходовые ингредиенты в состав. Никаких уходовых фишек, плюшек я, честно говоря, не заметила. Но это все так же хороший BB крем. Он легко наносится, легко распределяется. Он достаточно хорошо пигментированный. Здесь не легкое покрытие, а покрытие скорее среднее. Как вы видите, все мои недостатки кожи перекрыты. Конечно же, там, где очень яркие были воспаления, там все же они проглядывают. Но это происходит с абсолютно любым тональным средством среднего покрытия. Я бы сказала, что этот тон хорошо наносится, хорошо распределяется. Его можно припечатывающим движением нанести и наслоить еще сильнее до более плотного покрытия и перекрыть таким образом все, что не нужно. Мне нравится то, что кожа смотрится такой живой. Вот посмотрите, по-моему, ну очень хорошо. Единственное, что могу заметить нехорошего про данный BB крем, это то, что в некоторых местах все же его видно на коже. В особенности вот здесь я его очень активно вижу. Конечно же, когда наносишь тональное средство так, как я, то есть очень плотно, чтобы перекрыть все, что нужно скрыть, то, ну, не будет. Тон выглядит незаметно на коже, но это априори невозможно. Если вы наносите спонжем, то в таком случае у вас проблем не будет. Но мне просто нужно наносить его более толстым слоем, поэтому я его и вижу в некоторых местах. В целом я бы сказала то, что ничем плохим не отличается данная версия от обычной, и мне улучшенная версия тоже понравилась. Я не могу сказать, что я вижу сильную разницу между новой версией и старой. Я бы скорее сказала то, что какую найдете, такую и покупаете. И теперь давайте поговорим о палетке теней. Вот так она выглядит. Я, честно говоря, даже не знала, что у бренда Миша есть тени. Это было очень приятное удивление. И палетка называется Easy Filter Palette Eyeshadow and Blush. То есть это тени плюс румяна. Честно говоря, название очень напоминает даже Шарлотту Тиллбери с ее тоже фильтром для глаз якобы. Но я не думаю, что здесь было какое-то воровство идей, потому что все-таки эти тени сильно различаются. И также, насколько я понимаю, есть три вида этих палеток. У меня это Salted Nude. Вот так внутри выглядят тени. Здесь у нас Refill Ruminant и четыре Refill для теней. Три матовых и один Shimmer. Вот этот вот матовый светлый, он не просто матовый, он с заковыркой. Внутри есть также много-много блесточек. Очень любят делать такую текстуру, например, Color Pop. Я, честно говоря, не очень полюбила этот оттенок, потому что он любит залипать на базе. И я такого не терплю и не прощаю. Вот этот вот тушевочный оттенок просто потрясающий. Он невероятно красиво смотрится на глазах. Он нежный-принежный, он легко тушуется. Все тени эти полупрозрачные, ими нельзя нанести слишком много, ими нельзя переборщить. Они не осыпаются, я имею в виду матовые. Поэтому, на мой взгляд, это очень такая beginner-френдли формула. Если вы новичок, то вы можете спокойно брать что-то в этом роде, и вы будете всегда уверены в том, что вы не нанесете слишком много, и что вы не напортачите. Темный коричневый оттенок, тоже полупрозрачный. Его вы не нанесете очень мощно для серьезного затемнения. Здесь именно фишка палетки это нюд, поэтому для нюда данный оттенок тоже очень даже подойдет. Им можно сделать совсем легкое затемнение в дымку, но я этим оттенком больше всего люблю рисовать стрелки. Тоненькие, красивенькие стрелки, подтушеванные, еле заметные, вот ровно такие, как у меня сейчас. С этим данный оттенок справляется просто прекрасно. И также третий оттенок это вот такой вот яркий шиммер. Данный шиммер интересен тем, что он не просто светлый, а внутри добавлены розово-сиреневые блесточки. И таким образом это не банальный, а очень даже красивый и интересный шиммер. Вот он сейчас нанесен у меня на глазах, и как мне кажется, смотрится действительно очень красиво. И даже есть какой-то влажный эффект. Но должна вас предупредить, этот шиммер не так прост, как кажется. Во-первых, у него достаточно крупные частички, и во-вторых, он осыпается. Именно поэтому я наношу этот шиммер исключительно только пальцами и только на клей для глиттера от NYX. После Pet Magret и ритуалистичной розы, после того, как сильно это сыпалось в глаза, у меня какая-то психологическая травма. И я просто не наношу сейчас ничего, что столь сыпется без клея для глиттера. Но с клеем для глиттера работает хорошо, без клея для глиттера тоже наносится хорошо, не переживайте. Просто больше осыпаний. Если использовать клей, то нет ни одной осыпашки. И вот сегодня я тоже делала такой макияж и очень удивилась тому, что потом ничего из зоны под глазами я не убирала. В то время, как если использовать без клея для глиттера, то там, конечно же, будет кладбище мертвых блесток. На самом деле, очень красивый шиммер. Мне безумно нравится, как это смотрится на глазах. Смотрится очень красиво, свежо, ярко, не скучно, что очень важно. И последнее, что я вам покажу, это вот такой вот тинт для губ. Очень красивое оформление. Мне нравится вот такая необычная геометричная форма. Очень красиво, приятно. И также у меня очень яркий морковный оттенок. Давайте я его сейчас вам поближе покажу. Не пугайтесь, сразу скажу, не пугайтесь этого яркого оттенка. У тинтов всегда так. Он наносится очень ярко, он выглядит очень ярко. Но потом вы промакиваете губы салфеткой или чем-либо другим. И яркости, как не бывало, остается только очень красивый оттеночек. Очень красивый тинт. Мне очень нравится то, что на губах он не столь ярко-морковный. То, что он такой скорее нежный и практически незаметный. Это прекрасный пример того, что смотрится на свочи в вырыве глаз, а на губах просто нюд и нежнятинка. И, кстати, вы даже не представляете себе, сколько я потом буду оттирать этот тинт. Потому что на руке он потом очень мощно въедается. И даже гидрофильным маслом я потом буду оттирать это очень долго. Но с губ все стирается очень быстро, на этот счет не переживайте. Ну что ж, на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!